ОМТВЮА про Головне. Вопросами обеспечения безопасности России, в том числе безопасности внутриполитической. Чем раньше занимался Совбез, науке неизвестно. Бирады работают по Шебекину. Появились новые территории. Ну вот, и такой, все-таки, значимый результат для России. В этом моменте, вот сегодня, надо точечно их душить и долбить. Прям в том числе и по Шебекину, я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами. Но так больше нельзя. Смотри. Мама! Да это ты молодцы, что ты говоришь? Я боюсь. Может, уже уезжаешь порой? Да слышишь, что я говорю? Вон, дынь, дынь. Полетело, полетело. Ну, чего ж там, грех вот эти. Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезная вещь. Это надо обустраивать. Петр Первый, да-да-да, но это другое. Петр Первый еще боролся за то, чтобы, значит, выйти к Азовскому морю. Стрелом выезжали с трех часов утра и до семи не могли выехать. Не могли голову поднять. Все страшно. Страшно и жестко. Не переживайте. Просто выезжали, например, на скелке, правда, касательно, по машине. Нельзя было выехать. Что случилось? Почему все это происходит? В Китае сходят готовые машины. Потом их частично разбирают. Снимают несколько узлов. Сейчас мы посмотрим, какие. Упаковывают все это в контейнеры. Привозят к нам, распаковывают. И собирают автомобиль обратно. То есть фактически надо организовать вот только одну линию, на которую постепенно все снятые части возвращаются на свои места. И снова образуется серийный автомобиль, только уже с нашим ВИН-кодом. И, соответственно, с надписью «Made in Russia», сделанную в России. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! У него два экрана. Один, который фактически цветной, а второй черно-белый, так называемый электронный чернил. Это стопроцентное российское изобретение. А детали? А детали, к сожалению. Иностранное. Ну ладно, это произошло, мы согласны. Но мы вынуждены были что-то делать. Резинки и фиксаторы тоже в основном производители везут из Китая, потому что то, что производится здесь, оно не такое качественное и дороже. Мы с Китаем соседи. Соседи, так же как и близких родственников, не выбирают. Учеников Кокшинской школы советского района с сегодняшнего дня отправили на дистант. Причина тому – низкие температуры в классных комнатах. Я основал окно. Температура в кабинете 8 градусов тепла. И это при включенных обогревателях. Окна запотели, на подоконниках наледь, появляется плесень. Учителя говорят, что проблемы с отоплением начались несколько лет назад, когда в сельской котельной провели ремонт, а в здании школы заменили батареи. Стало заметно холоднее. Как это не покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь всё рухнет, наоборот, экономика набирает темпы. Промышленность работает так, как давно уже не работала. А что же это за ценности такие, которые отстаивает ваша страна, ваша Россия? Мы – страна и народ, которые живём с достоинством и честью. И с достоинством и честью преодолеваем все испытания. Все те, кто более-менее понимают ситуацию, они приходят в ужас от того, куда коллективный запад ведёт человечество. То есть пятая колонна из органов власти передала полномочия и эстафету пятой колонны на улицах, так называемым, боевикам Навальнам. США сейчас всё хочет, чтобы мы не изменили Конституцию. Если мы сейчас изменим, они потеряют курицу, которая золотые яйца несёт. Американцы приняли решение, что мы должны стать гомиками. А что хотят США от нашей страны? Они хотят, чтобы доить нас, чтобы мы их снабжали. У них же сейчас денег-то своих нет. Уже все крупнейшие корпорации принадлежат Западу. Это всё из-за того, что мы... Чего они ещё тогда хотят? Земли наши? Да. Они хотят забрать нашу стабильность. Они всё хотят забрать. Противостояние России с западным миром позитивно скажется на экономике. Из-за санкций и самосанкций мы начнём развивать производство. Слезем с нефтяной иглы и превратимся в современную индустриальную самодостаточную державу. Мы также должны снять критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции. В том числе имею в виду станка и приборостроение, энергетическое машиностроение, оборудование для освоения месторождений и арктического шельфа. Подчеркну, разумное, именно разумное импортозамещение – это наш долгосрочный приоритет, независимо от внешних обстоятельств. Более того, программы импортозамещения должны работать на создание в России массового слоя производственных компаний, способных быть конкурентными не только внутри страны, но и на международных рынках. В лучшую сторону ничего не меняется. Каждый поход за продуктами – шок, цены поражают, люди экономят, ужимаются. Спрос падает, тревога растёт, просвета не видно. Почему мантра не воплощается в жизнь? Почему не происходит импортозамещение и сырьевая модель экономики не трансформируется в индустриальную? Где сбыча мечт? Значит, понятно, что полностью заместить импорт пока ещё не удаётся. Деньги выделяются, распиливаются, кое-как за них отчитываются, а счётная палата удивляется. Здесь влили? Там не вылили. Чудеса. Хотя кое-что при этом всё-таки получается. Три лекарства из 50, например. Ну так для нынешней России и это уже хорошо. Что будет с россиянами через 5 лет, если уже сейчас около 22 миллионов человек в стране имеют доходы ниже прожиточного уровня? Мы в прошлом году вложили в импортозамещение, это то есть на то, чтобы производить самим то, что раньше покупали за границей, на 600 миллиардов. Сколько всего вложили в прошлом году в импортозамещение? Не помнит. Министр экономики, экономического развития не помнит. Ну, значит, несколько сот миллиардов точно совершено, рублей. И это будет около миллиарда, да, около миллиарда рублей. И это будет продолжаться. Несколько сот миллиардов точно совершено, рублей. Около миллиарда, да, около миллиарда рублей. И это будет продолжаться. М-16 это такой вот универсальный самолет, который не только там может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии Делинк-16, который позволяет пилоту получать информацию о воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушные цели. За это сделают для него средства разведки, космические и воздушные. Сбивать такие самолеты будет сложно, поэтому уничтожать их в местах базирования – одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается, он поднимает эскалацию дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так проброс сказали, уничтожать их в местах базирования, уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь представитель ВВС говорил о том, что ради сохранения количества F-16, часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румынии или Польши.